Мир полон опасностей. Будьте внимательны, а мы постараемся помочь. Здравствуйте, с вами Алексей Мильников, и я расскажу, что происходит. Многомиллионная кража в Подмосковье с китайским акцентом. Они говорили ваза, ваза, я не понимаю. Массовый расстрел в Свердловской области. Милиция ищет живодёра. Вот толпа мертвых голубей. Ползком и под диван. Нечеловеческий побег от калининградских стражей порядка. Акцентом, каупли, два удостоверяющих трубил. Раритеты стоимостью 8 миллионов рублей вновь обрели своего законного владельца. Коллекция китайских ценностей вернулась в дом бывшего депутата Государственной Думы Маргариты Боржановой. В июле этого года восточные вазы похитила учительница китайского языка, дававшая частные уроки в Доме коллекционеров. О счастливом возвращении раритетов Евгений Решетнёв. За что тебя задержали? Знаешь, что я не понимаю. За три года в России Сун Мин Ли так и не смогла освоить язык, хотя всё это время занималась воспитанием ребёнка в русской семье. Живя в загородном коттедже, няня времени зря не теряла. Присматривалась к внутреннему убранству особняка. А в доме хранилась приличная коллекция китайских ваз. Зато со своими земляками взаимопонимание Сун Мин Ли нашла быстро. Соседи видели и слышали, как ночью несколько человек, которые говорили между собой по-китайски, выносили из дома крупные предметы, завёрнутые в бумагу. Затем грузили в машину. После этой ночи пропала и няня. Теперь она уверяет, что ни о какой краже не слышала. Говорит, просто решила сменить работу. Однако в сумочке госпожи Ли оказалась, к примеру, вот эта записная книжка. Здесь где-то есть телефон культурного отдела посольства, телефон какого-то общества коллекционеров, там, китайского. У коллекционеров стоимость этих вещей по самым скромным подсчётам оценивается в 8 миллионов рублей. К счастью, вывезти вазы на их родину в Поднебесную не успели. Милиционеры нагрянули в одно из общежитий гастарбайтеров. Там заброшенном ангаре и нашли украденную коллекцию. Обнаружили вазы и статуэтки в количестве 63 штук, по описанию схожие с похищенными у потерпевшего. Я вот вижу возвращение, да. Честно говоря, вот я не верила. Приношу своё восхищение вашими сплочёнными действиями по розыску. Хозяйка коллекции Маргарита Боржанова решила разделить радость со всеми. После возвращения раритеты будут выставлены в музей. Там им гарантируют сохранность. Евгений Решетнёв специально для Восьмого канала. Настоящую бойню устроил неизвестный живодёр в небольшом городке Арамиль Свердловской области. Полсотни голубей нашли мёртвыми на городской окраине. Рассказывает Артём Пашнин. Этот голубь один из троих, выживших после кровавой расправы. Всего их было 50. Артём Мухамедов в тот день, как обычно, совершал утреннюю пробежку. Именно он первым увидел целую стаю растерзанных птиц. Вот мёртвые голуби лежат. Ну вот, целая толпа мёртвых голубей. Ну вот этот, кстати, ещё вот живой. У большинства птиц перерезаны горла и переломаны крылья. Скорее всего, все они погибли от руки человека. В том, что голуби умерли от какого-то внезапного недуга, а потом были разорваны животными, специалисты сомневаются. Ни гнойных выделений из глаз, ни поноса, ничего у голубей нет. Часть мёртвых птиц растащила вороньё. Оставшихся отправят на утилизацию. Выживших на специальную экспертизу. В областную лабораторию на инфекционные заболевания, на грипп птиц и на Нью-Касла. Свердловский живодёр объявлен в розыск. Но даже если его и найдут, вряд ли дело пойдёт дальше штрафа. В отечественном законодательстве есть уголовная статья за жестокое обращение с животными. Но на практике она почти не работает. Артём Пашнин специально для Восьмого канала. Калининградские милиционеры наконец-то поймали неуловимого нарушителя. Раньше ему удавалось убежать от стражей порядка, то лихо преодолевая высокий забор, то вскарабкавшись на высотку. Но на этот раз была выбрана неверная тактика, она и подвела. Подробности у Веры Авдонькиной. Эта дверь хорошо знакома оперативникам, а квартирант уже успел прославиться и среди милиционеров, и среди соседей. Яркими образами. Тогда Алексею, так зовут Человека-паука, навыки альпинизма помогли. Ему удалось скрыться от стражи порядка и штрафа за мелкое хулиганство. Но на этот раз зашло всё слишком далеко. Свидетелем новой пьяной выходки стала соседка. У неё на руках были, как он её связал ремнём, руки были сильно затянуты от тремя красной полосы. Вся трясётся, хочет зарезать. Сказала, свяжет, ночью вывезет и зарежет. Валерию муж избивал за то, что она пыталась отучить его от бутылки. Но он всё равно пил и бил, а потом засыпал. Он напился, уснул, и я в этот момент развязалась с горем пополам и выскочила. Валерия убежала и забрала детей, а потом вызвала милицию. Одной семейным террористом ей было не справиться. Данный молодой человек забрикадировался в жене в квартире и не открывал нам. Пришлось ломать дверь. Поняв, что бежать некуда, Алексей опять попытался проявить чудеса смекалки. Но к этому оперативники были готовы. Теперь его точно достанут. От наказания за это преступление ему сбежать не удалось. В новом амплуа человека-дивана. Алексею придётся временно сменить место жительства на тюремную камеру, уверены оперативники. Вера Авдонькина специально для Восьмого канала. Подмосковным милиционерам девушки в чересчур коротких юбках несколько часов пытались доказать, что ночью на трассе они торговали пирожками. Оперативники не поверили и оказались правы. Рассказывает Станислав Зотов. Что вы сюда привезли? Никого я не привёз, никого нет, я заехал. Признаваться в том, что привёз сюда этих девушек водитель не хотел. Его пассажирки были более разговорчивые. Женщина пояснилась, что торгует пирожками, а мужчина является её помощником. Однако оперативники знают, что это за пирожки. Ведь несколько минут назад коллеги этих милиционеров подходили к ней под видом клиентов. Да, можно потрогать? Можно. Да, ну так. Интересно. Два с половиной. Два с половиной? До третьего не дотяну. И тогда девушка давала им совершенно другую рекламу из совершенно другого товара. И секс, всё в презервативе. Ага. И без ам... Допрос состоялся прямо на месте. Совсем скоро милиционеры вышли на поставщика так называемых пирожков. Оперативники сделали звонок с телефона этой женщины на номер одной из проституток. У которой высветился входящий вызов от абонента «Мама Вера». И только в милиции выяснилось, что «Мама Вера» не раз организовывала досуг для мужчин, любящих пикантный отдых. Она уже была осуждена за организацию проституции. Теперь ей снова грозит тюремный срок. А девушек оштрафовали и показали по телевизору. Вам нравится этим заниматься? Больше нет. Лучше бы торговали пирожками, говорят милиционеры. Тогда бы ни штрафов, ни дурной славы у девушек не было. Станислав Зотов специально для «Восьмого канала». Сотрудники милиции ищут продавцов и производителей поддельных документов. Наслед фальсификаторов оперативникам удалось выйти благодаря жителю Подмосковья. Мужчина купил в столичной фирме диплом сотрудника частного охранного предприятия. А за разрешением на работу обратился в милицию. Здесь сразу поняли, документы фальшивые и приобретены у нелегальной компании. Кстати, в ее офисе оперативники никого не застали, зато обнаружили еще две сотни таких же подделок. Все документы были с печатями и подписями руководителей ГУВД как Москвы, так и Московской области. К удивлению милиционеров, некоторые документы были подписаны несуществующими руководителями ГУВД. Продавцам и производителям липовых документов грозит до двух лет лишения свободы. К уголовной ответственности привлекли и мужчину, который хотел стать охранником по фальшивому диплому. Мы рассказываем вам об опасностях нашей жизни, чтобы с вами такого не случилось. Обо всем, что происходит, вы узнаете из наших выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова